Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, что я делаю во времена кризиса, такого как сейчас, что вам советую делать и что советую не делать. Поэтому не будем тянуть время, начинаем! Первое, что хочу вам посоветовать, это ни в коем случае не сливать свои активы, если они в криптовалюте. Сегодня поговорим о крипте. Потому что, как вы помните, эфириум стоил совсем недавно 280 долларов. И, наверное, каждый из нас думал, ой, почему-то у меня один эфир, а не пять, почему у меня там пять, а не десять. То есть, главное сейчас не поддастся под эту панику. Потому что, я знаю, многие люди любят, когда крипта падает, люди любят ее сливать сразу, потому что боятся, что она может скамануть. Такого очень малая вероятность, что такое произойдет, поэтому не боимся, не выходим с криптовалюты, а наоборот, цена упала, и это повод ее еще закупить. И главное, чтобы у вас был еще где-то инструмент, чтобы вы могли ее приумножить. Поэтому ни в коем случае ее не сливаем, только накапливаем. Ну, это лично мое мнение, и прислушиваться ко мне или нет, это уже ваше дело. Ну, лично я так буду делать, потому что я недавно видел цену 280, знаю, что стоил эфир и 300, и 1000 он стоил, и поэтому сейчас сливать его по 130, по 120 я смысла никакого не вижу. Вижу смысл только при его закупке. И еще один такой негативный момент, как по мне, это то, что обменники, на которых мы покупаем криптовалюту, завышают цену, потому что там сейчас на многих биржах эфириум стоит 120-130 долларов, а обменники там завышают по 150-160 продают. Ну, это как-то неправильно, потому что они, наверное, даже как-то отторгают аудиторию от себя, поэтому, ну, это один из негативных моментов этого кризиса, то есть обменники хотят так заработать на людях. Ну, могли, конечно, подзаработать, но не такие уже, ну, не так уже завышать цены. Поэтому есть такие, есть плюсы и минусы. Но все же, если там покупать тот же эфир по 150-160, если вы работаете в долгосрок, ваша инвестиция окупится, рано или поздно. Поэтому не паникуем, закупаемся криптовалютой, закупаемся терпением, и рано или поздно мы заработаем. Поэтому, как я уже сказал, не паникуем, накапливаем и зарабатываем. И суть данного видеоролика была такова, что даже когда все паникуют, все продают, все падает, можно заработать. Не сейчас, но в долгой перспективе можно. То есть, когда все улетело вниз, можно немного призакупить и на все деньги, но можно. И в перспективе мы заработаем. То есть, не подаемся панике, закупаемся и зарабатываем. Если вам интересны такие форматы видеороликов, то, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если вам интересны различные способы заработка с влажениями и без, то тоже подписывайтесь на мои соцсети. Ссылочки я оставлю в описании. А на этом у меня все. До скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok